МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цифровые технологии уже качественно изменили нашу повседневность и сделали бизнес прозрачным. Сегодня это привычный инструмент, повышающий и личный комфорт, и оптимизирующий глобальные бизнес-процессы. Резидент Новосибирского Академпарка, победитель 15-й венчурной ярмарки, компания Архивариус с 2020 года реализует проекты по разработке программного обеспечения и автоматизации бизнес-процессов. Электронная коммерция переживает бурные изменения. Если раньше для старта продаж в интернете вам нужно было создать интернет-магазины, привезти туда покупателей, то теперь на арену выходят маркетплейсы и торговые площадки, и социальные сети. Это означает появление проблемы мультиканальности. Ваши товары размещены одновременно на нескольких площадках. Их нужно актуализировать, поддерживать актуальное состояние остатков, цен и создавать новые карточки товара на каждой площадке по отдельности. Эту проблему решает сервисы Кумком, продукт нашей компании. Это единое окно для управления интернет-торговой. Мы проинтегрировали основные каналы продаж, и продавцы управляют своим ассортиментом из одного окна в одном интерфейсе. Все заказы с разных площадок приходят тоже на одну страницу, и их видят менеджеры в одном интерфейсе. С помощью использования больших данных, методов системной интеграции, анализа естественного языка и машинного обучения, мы добились высочайшей скорости создания новой карточки товара на новой торговой площадке. Компания является резидентом Новосибирского академпарка, была получена поддержка от фонда содействия инновациям на НИОКР, а также венчурным фондом Камофлоу, как ранним инвестором проекта. Одной из целей нашей компании является поддержка экспорта российских производителей и продавцов. Мы верим, что товары русского производства конкурентоспособны и не раз убеждались в этом. Со своей стороны мы поможем в снятии языкового барьера и предложим компаниям русскоязычный интерфейс для торговли по всему миру. Мы верим, что товары российских производителей должны продаваться по всему миру. Редактор субтитров А.Семкин